Ролик создан при поддержке Союза Малых Блогеров. Только качественно интересные видео на любой вкус. Ссылка в описании. За историю России. Давайте посмотрим, что они нам предлагают. Итак, мы только что побывали на презентации Call of Duty Black Ops 3. Ну и в принципе, что я могу сказать по этому поводу? А это сериал, как будто он начался, он продолжается, там меняются только декорации, иногда там меняются люди, но в принципе все остается ровно тем же самым. Играть в него все еще достаточно весело, там появились какие-то новые фичи, некоторые новые классы, как они пообещали, но остается ровно то же самое. Мужик с пулеметом, мужик с автоматом, мужик с дробовиком, мужик с снайперской винтовкой. Да, изменились люди, за которых мы играем. Есть возможность побегать за тянку с луком, что мне очень понравилось. Есть возможность побегать за робота, у которого рука раскладывается в пулемет, это тоже забавно. Но в основном в него можно поиграть только с друзьями. Я не знаю, насколько интересна будет компания. Мой вердикт, если оно будет продаваться Steam с откидкой в 75%, берите, а я пока пойду на Dark Souls 3. Итак, мы пришли на Dark Souls 3. Ну, в принципе, мы вышли с него, поэтому что я могу сказать вкратце? А это все еще Dark Souls 3. То есть это все еще боль, страдания, унижения, эстусы, костры, мимики, ну и так далее. К сожалению, демка, в которую нам дали поиграть, она очень небольшая. Ну, то есть нам времени дали мало на этом. Но несколько нововведений, о которых я хочу сказать. Первое. По какой-то причине геймплей стал чуть-чуть быстрее. Стала быстрее боевка. И второе. Зачем-то они добавили полоску маны, которую мы теперь восполняем еще некими синими эстусами. Я до сих пор не понимаю, зачем, равно как и механику, потому что нам было представлено только боевые классы, за которые можно было поиграть. А эта полоска эстуса, она расходуется на магов и на храмовников, как я понял. Но оценить ее нормально мы не смогли. Что я могу сказать? За то время, за те 15 минут, которые я поиграл, я умер всего один раз. Сейчас я нашел один шорткат и должен сказать, что, ну, по-моему, мой скилл игры в Dark Souls растет. Я все еще ни хрена не знаю про сюжет, который там будет, но город, в котором мы были, он чем-то похож на Анар Лонда. На это особо ничего не говорят, потому что все города в Dark Souls 3 похожи, в принципе, один на другой. Это огромные готические замки. Мой вердикт буду брать. Я давний и горячо любимый поклонник этой серии. Так что, да, берите, даже не дожидаясь скидки. А я пойду посмотрю еще чего-нибудь. Гуляя по Игромиру, мы абсолютно случайно натыкаемся на персонажей, которых здесь, по идее, быть не должно. Это персонажи из игры Don't Starve. Ребят, как вы оказались в этом мире? Вы способны разговаривать по-человечески? Да, почему-то в этом мире мы можем разговаривать, и мы даже слышим, что мы говорим, это очень странно. К сожалению, охотиться здесь не на что. Здесь ходят только люди, и мы слишком гуманны, чтобы нападать на людей. А никаких животных. Здесь нет кустов с ягодами. Здесь даже рыбу половить негде. Мы просто не знаем, как нам быть. Чертов Максвелл, он постоянно отправляет нас в какие-то новые ужасные миры. И вот здесь просто вообще невообразимо. Ходят странные люди, достают какие-то странные штуки. Они делают вспышки прямо нам, глаза слепят нас, и при этом улыбаются почему-то, и все счастливы. А нам здесь очень плохо. Итак... Итак, пришло время поговорить об игре про Брюса Уиллиса. Нет, про Вин Дизеля. Нет, короче, это игра про мужика под ходу выменяем «Лысая башка, дай пирожка». Боже, какая шутка. И номером 47. И эта игра, в принципе, ничего про него опять-таки не рассказывает. Все, как обычно, упирается в геймплей. Геймплей нам показали много. Это было мило, потому что он лагал. Ну, это как бы странно, потому что как можно было засрать видео, но оно лагало. Или лагал сам геймплей, не знаю. Разберемся. Насчет геймплея нам показали вновь огромные локации, возможность всячески травить своих жертв и огромное количество вещей, которые можно делать с окружающим миром, как это было в Hitman Blood Money. Добавили некую способность вроде Орлиного зрения, которая была от Hitman Solution, но ее немножко пофиксили, порезали. И теперь, в принципе, вы можете ее отключать и не пользоваться ее вообще. По поводу уровней нам показали всего один уровень. Это была выставка Мод Парижа, которая проходила под эгидой некого русского мафиози. Кстати, почему все мафиози обязательно русские? Гришен, ну да ладно. Нам показали возможность Hitman переодеваться в различные одежды, что он, в принципе, умел и раньше. И показали возможность некие стелсы или и вещей, которые он мог с собой брать. Это было очень забавно, что он может ходить с гаечным ключом, с катаной. На него мало кто будет обращать внимание. В завершении, что же хочется сказать об игромире? В чем-то он, конечно, получился лучше, чем предыдущий, но есть ряд вещей, которые остались прежними. Например, организация по-прежнему достаточно плохо сделана, потому что вот сейчас мы находимся на огромном пустом пространстве. Но бизнес-зона была перенесена почему-то в другой корпус, хотя вся она могла уместиться вот здесь, просто быть огороженной. Опять-таки же, было привезено некоторое количество новинок, это да, но зачем-то было представлено огромное количество старых игр. Ну, не огромное, но давайте посмотрим. Безумный Макс, Третий Ведьмак, Metal Gear Solid 5, Phantom Pain и некоторые другие. Окей, я не могу сейчас вспомнить. Было анонсировано Fallout 4 и Metro 2035, но, как мы узнали, Fallout 4 не приехал, его не было вообще, в принципе. А Metro 2035, ну, скорее всего, его тоже нигде нету. Насчет Comic-Con, он хоть и разросся до предела двух залов, разделившись на зал героев и зал злодеев, но, по сути, оно все по-прежнему, половина отдана под мерчендайз, другая половина – это небольшие места, посвященные тем или иным сериалам, и, по сути, всего две сцены. Соответственно, сцена в зале героев, сцена в зале злодеев. Sony привезла в свою систему виртуальную реальность, их, собственно, шлем VR, но очередь на всего три консоли, которые представляют эту систему, длится два часа. То есть у них прямо стоит табличка «два часа, ожидайте в очереди, чтобы поиграть там минут 15». Это странно, потому что, зная огромное количество народа, которое будет на этих мероприятиях, они почему-то каждый раз привозят небольшое количество вещей, и людям приходится стоять длинные очереди. Даже мы не смогли пройти на VR, и, ну, там было в порядке живой очереди, поэтому мы решили не записывать ничего, потому что тратить два часа на ожидание, чтобы потом поиграть 15 минут и 5 минут, сказать свое мнение, это странно, по большей мере. А насчет косплея, он присутствует, да, местами очень даже хороший косплей, но его меньше стало, ужесточило достаточно сильно порог вхождения для косплея, для тех, кто был аккредитован. Хотя-то не помешало другим людям просто купить билет, прийти в своих косплеях куда ниже качества. В принципе, что я могу сказать, «Игромир» удался в очередной раз, да, он частично стоит своих денег, но, серьезно, уже планка в цене сильно завышена. Вот, поэтому, ребят, либо делайте качественные косплеи, аккредитуйтесь как косплееры, либо делайте качественные видео, и становитесь простым, проходите нормально, потому что быть простым человеком только в пятницу стоит сюда приходить, а больше делать нечего в другие дни, потому что, если вы придете, то все, что вы сделаете, вы будете просто стоять в очереди два часа, потом вы поиграете, пойдете в другую очередь стоять опять два часа. Ученая, что «Игромир» идет с 10 до 6, это очень немного по времени. Так что будьте хорошими косплеерами, снимайте хорошие ролики, становитесь прессой, но никогда не становитесь лучше, чем мы, ибо имя нам «Легион», нас много и мы СМБ.